Добрый вечер, мы находимся на выставке знаменитых женщин Кипра. И я, Мила, представитель РУ-ТВ. С нами сегодня одна из знаменитых женщин Кипра, известная и успешная женщина Анна Хоменко. Анна, добрый вечер. Добрый вечер, очень приятно. Нам тоже очень приятно видеть вас на этом вечере. Расскажите, пожалуйста, нам пару слов о себе и о вашей компании Fiduciana Trust Cypress Limited. Во-первых, большое спасибо за то, что меня учредители пригласили участвовать в данном мероприятии. Очень красиво все организовано, прекрасный вечер. Меня зовут Анна, я являюсь управляющим партнером и директором компании Fiduciana Trust Cypress Limited. Корпоративный агент и трастовая компания, которая занимается предоставлением корпоративных юридических услуг для международных бизнес-компаний. Компания основана в 2009 году, работаем на Кипре все это время. Компания выросла с 8 до 16 людей с начала наших операций. Работаем с международной клиентурой, в основном русскоязычными клиентами. Анна, вы очень успешная женщина. Я знаю, как тяжело быть мамой и в то же время успешным бизнес-момен. А расскажите, пожалуйста, что является самым сложным и самым интересным в вашей работе? Вы знаете, самым сложным, наверное, я понимаю, в этом году является управление персоналом. Все-таки является управление большой группой людей, которые абсолютно приходят из разных культур, из разных пониманий, которые должны работать как команда, которые должны создавать какой-то один продукт, который мы должны выставить на рынок. Это является самым сложным. Управление личного времени. Как мы проводим время с семьей, это уже 20-25 вопросы, наши проблемы, которые мы должны решать лично, но все-таки управление персоналом, какое-то достижение результата, предоставление сервиса клиенту удовлетворительного в трудных ситуациях является наиболее сложным заданием, перед которым становится, наверное, любой все-таки владелец бизнеса. А что самое интересное? Самое интересное, конечно, это когда ты видишь, что ты можешь вырастить потенциал своего сотрудника до какого-то определенного максимума, который ты видишь в каждом личном человеке, когда команда может работать вместе, когда ты видишь, что люди, они остаются с тобой уже на протяжении каких-то лет. У нас есть люди, которые работают в компании на протяжении 8-9 лет лично со мной, когда все любят то, чем они занимаются, когда все работают в унисон, когда мы получаем имейлы от клиентов, благодарящие нас о том, чтобы был хороший сервис, они довольны, когда клиенты посылают какие-то новые рекомендации, когда есть какие-то хорошие отзывы, то есть это является самым приятным. Конечно, приятно то, что люди остаются с нами, они с нами хотят работать, они желают поддерживать бизнес-отношения. Это является вот той вот наградой, которую мы получаем за долгие длительные часы работы. Большое спасибо. Еще раз я поздравляю с этой номинацией «Известная женщина Кипра». И, как вы знаете, эта выставка, фото-выставка посвящена также месяцу борьбы против рака груди. Скажите, пожалуйста, что бы вы хотели пожелать или сказать тем женщинам, которые столкнулись с этим тяжелым заболеванием? Вы знаете, к сожалению, это заболевание все-таки встречается все чаще и чаще. Удивительно то, что оно все-таки затрагивает те группы людей, которые, по нашему мнению, казалось бы, совершенно не должны с этим столкнуться. 17-летние девочки, 20-летние девочки. Тем не менее, это реально с нашей жизнью. Медицина идет вперед, заболевание также идет вперед. Я считаю, что в данной ситуации, хотя мне очень трудно говорить по этому поводу, потому что лично я с этим не имела, скажем так, опыта. Я считаю, что нужно все-таки сохранять какой-то позитивный дух. Нужно пытаться все-таки это предотвратить, а не лечить. То есть, если ты чувствуешь себя немножко не так, немножко неплохо, если ты считаешь, что ты должен получить вторую консультацию, получи ее, пойди. Доверяй своей внутренней интуиции. Если ты чувствуешь, что тебе был не дан правильный совет, получи его в другом месте. Нужно все-таки немножко больше следить за собой. Если же ты уже в той ситуации, в которой тебе нужно все-таки бороться с заболеванием, позитивность духа, позитивность настроения каждого пациента, это очень важный фактор в борьбе и выживании с этой болезнью. Женщины, они меняются навсегда. Это факт жизни. То есть, существовала жизнь до рака и после рака. Но если человек, он хочет все-таки это заболевание побороть, у него есть шанс это сделать. Тем более, современная медицина и с быстрой реакцией на любые проблемы. Большое спасибо вам, Аня, еще раз. Пожалуйста. Продолжение следует...